Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 15 марта и вот это единственная теплица, в которую я зашла. И я хочу вам сказать, что если кто-то, как и я, планирует сделать какие-то ранние посевы, вот, например, посеять лук на зелень или раннюю редисочку, или в холодной теплице сделать посев капусты на рассаду, то нам пора уже подумать про обработку теплиц. Потому что, хотя сейчас и рано, но если мы сделаем какие-то здесь посевы, потом уже обработка будет невозможна. И вот я всегда говорила, что я обрабатываю обычно весной, что это самое удачное такое время. Но в прошлом году у нас была очень поздняя осень. Вы, может быть, помните, кто смотрел, я здесь уже все обработала. Видите, я и обработала грунты, помыла все стенки, все. Муж и сына мне помогли, тут перегной натаскали. Я сейчас смотрю, что грунт влажный весь, вот, земля вот эта, видите, какая хорошая, влажная. И вот пока она не высохла, нужно что-то посеять, например, тот же салат, тот же лучок, может быть, завтра приду, я сюда натолкаю, навтыкаю лука. Но я хочу сказать про обработку. В прошлом году весной я снимала очень-очень много видео про весеннюю обработку. Я хочу сейчас вот к этому видео прилепить его. И для начинающих, у кого, например, новая теплица, или кто ни разу этим не занимался, я советую перед тем, как выбрать способ по обработке, посмотреть внимательно все видео, потому что вы узнаете после этого, что обработки бывают разные. От самых простых, просто до, просто помыть кипятком и полить в землю кипятком. И более усложненных там, обработка фитоспорином, обработка медным купоросом, обработка серными шашками. Все это посмотрите и выберите для себя. Оцените свою ситуацию. Была ли у вас здесь вспышка заболеваний в теплице в прошлом году, или ничего не было. Вот у меня здесь несколько лет на этом месте нет никаких заболеваний, ни фитофтороза, ни кладоспориоза. Поэтому мне нет смысла травить сильными препаратами землю. Я обхожусь мягкими. Но я сразу скажу, что в том случае, если у вас постоянно из года в год в теплице фитофтора, то нужно применять фунгициды. Посмотрите, решите, выберите для себя самый такой оптимальный, подходящий для вас способ. Сразу скажу, что там упоминалось про серную шашку, что я буду ей обрабатывать теплицы. В прошлом году я так и не решилась. Отложила на весну. Вот нынче весной хочу, там где была маленькая теплица с перцем, там был у меня паутинный клещ. Хочу попробовать обработку все-таки серной шашкой. Несмотря на то, что говорят, она портит и каркас теплицы. Но там она такая теплица, что ее жалеть не стоит. Но я думаю, поможет она мне. Если вдруг там какой-то паутинный клещ, личинки или что-то осталось, она поможет мне избавиться от насекомых. Все. Посмотрите видео это, потом следующее. И обрабатывать теплицу, конечно, очень нужно. Сейчас уже все в этом убедились, потому что у нас в теплице очень часто возникают заболевания. Все-таки это нужно для нас, для получения большого урожая, чтобы не было летом проблем. Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Сегодня я пришла обработать часть своей теплицы. Хочу посеять для внука раннюю редиску и посеять немного капусты впоследствии. И хочу рассказать вам про обработки теплиц. Потому что все знают, что нужно обрабатывать теплицу. Но не каждый из начинающих знает, что обработки теплиц, они тоже подразделяются, как бы сказать, по своей мягкости, жесткости на несколько методов. Есть щадящие обработки, такие легкие. Есть средние, а есть жесткие, которые при обработке убиваются вообще все. Сейчас я все вам расскажу. Вот это будет общая вводная часть. А потом каждый из методов обработки я буду показывать, потому что я их применяю. Где-то можно и легкое применить, где-то надо и пожестче. Я вам объясню, от чего это зависит. Все мы знаем, что почти каждый, кто имеет теплицу, обрабатывает ее. Кто-то осенью, кто-то весной. Это делать нужно обязательно, потому что видите, вот на стенках что? Появляются за лето, пока здесь растения, какие-то вот такие налеты, плесень. Тут, возможно, грибковые заболевания, но вот в этой теплице, наверное, нет. И мы все обрабатываем. Опять же говорю, кто-то осенью, кто-то весной. Я всегда делаю весной. Почему? Потому что у меня осенью здесь до самых-самых морозов, вот тут растут перцы, там в другой теплице, там растут томаты. В одной у меня были там, я сеяла седираты, тоже до самых заморозков. Поэтому осенью у меня обрабатывать нет возможности. И я всегда переношу на весну. Весной считаю самый эффективный способ, потому что прямо перед самыми посадками за неделю, за 10 дней обработать, и все, уже никаких новых инфекций здесь не появится. Начинаем, естественно, с чего? Убираем все остатки растительности старой. Вот здесь видно, у меня разница. Тут вот я уже убрала, прям руками. Одеваю перчатки, граблями мы уже грабили. Вот одела сейчас перчатки. Все сгребла, самую-самую мелкую вот эту растительность, чтобы чисто было. Все, вот это первый этап. Убрали всю растительность. Дальше нам нужно сначала обработать стены. Вот эти стены, потолок, потому что частицы, вот эти грибки могут быть везде. И потом обработать грунт. Начну с самых легких. Еще раз повторю, вот этот видеоролик, он теоретический. На практике буду показывать в следующих видеороликах, потому что в одном видеоролике показать все способы невозможно. Самый легкий вариант, это обработать фитоспорином вот этот весь поликарбонат. Ой, у нас буря, погода ужасная. Передали штормовое, завтра снег с дождем. Теплица вся ходуном ходит. Даже невозможно, меня перекрикивает. Вот теплицу мы обработали. Кто-то обрабатывает, просто тряпкой моет, можно и так. Кто-то обрабатывает из брызгалки. Кто-то из всяких подручных средств. Есть хорошие вот эти, если у кого есть для мойки автомобилей, вот эти приспособления, они очень хорошо. Вот все-все эти каркасы, все можно струей выбить, всю грязь. Стены обработали фитоспорином. И этим же фитоспорином мы делаем раствор обычный. Вот у нас, он у меня по рецепту уже разведенный, рабочий раствор. Одна столовая ложка на ведро. И для мойки вот этих вот поликарбонатовых укрытий, и для полива земли ложка на ведро и поливаете. Вот это самый такой щадящий, самый легкий вариант, потому что фитоспорин, он не убивает живые организмы. Но единственный недостаток этого метода, нужно все-таки подождать неделю. Потому что когда вы грунт обрабатываете фитоспорином, лучше прикрыть пленочкой, чтобы он не высох, а именно вот эти наши полезные грибки, микрофлора, поработало. Там, ну что-то нужно сделать, но всегда пишут, что за неделю до посева. Если вам не хочется ждать неделю до посева, то можно помыть теплицу фитоспорином, раствором, а грунт просто пролить кипятком. Вот это легкий вариант, он подходит только для тех случаев, если у вас в прошлом году в теплице не было явных заболеваний фитоспороза, гладоспориоза и следующих грибковых. Вот эту теплицу я буду обрабатывать легким вот таким, мягким, щадящим вариантом, потому что у меня росли здесь перцы, не было ни фитофторы, ничего другого. И все равно я буду обрабатывать половину грунт фитоспорином, вот эту часть, которую можно подождать, а вот эту половину, где я буду сеять завтра, я пролью просто кипятком. Но этот вариант, еще раз повторяю, он может быть применяться только в том случае, когда вы уверены, что у вас грунт не заражен и когда у вас все в порядке. Вот этот кипяток, он, конечно, может и там каких-то вредителей уничтожить, там какие-то мельчайшие микроорганизмы, но если у вас теплица томатная и там точно у вас была фитофтора, то вот эта обработка, первый вариант, мягкий, щадящий вам, не подойдет. Если была фитофтора, если вы точно знаете, что у вас там были больные томаты, что у вас там все это осталось, грунт старый, вы не меняете, тогда нужен более сильный, нужно обрабатывать фунгицидом вот таким, как медный купорос. Вот это очень хорошее эффективное средство для обработки теплиц, применяется много-много лет, столовую ложку на ведро горячей воды, растворяете и грунт обрабатываете. Стены и потолок можно также обработать фитоспорином, потому что тут все-таки это не грунт, тут много таких грибковых заболеваний не скапливается, но я никогда не обрабатываю ничем, кроме фитоспорина, обрызгиваю фитоспорином и все, а вот землю все-таки, если у вас была точно фитофтора, то лучше обработать медным купоросом. Это вот второй вариант, он такой средний между щадящим и жестким, и, конечно, самый жесткий, самый действенный вариант, это протравить шашкой. Шашка, она убивает одновременно и наши грибковые заболевания, и всех вредителей. Ну, короче, и клещей, и выгоняет крыс-мышей, написано, уничтожает возбудителей болезней. Единственный вариант в чем, что она, вот эта шашка, она убьет не только вредные микроорганизмы, но и все полезное, что в грунте, она тоже, говорят, убивает. И всегда вот специалисты рекомендуют, если вы хотите шашкой обработать теплицу, то делать это нужно за две недели до посева и до того, как вы внесете всякие удобрения, перегной или там свежую какую-то землю сюда, потому что если вы внесете перегной, подготовите уже грунт и потом начнете прокуривать все это, выкуривать, все полезные микроорганизмы в перегной тоже могут погибнуть. Еще недостаток существенный. Говорят, что она окисляет вот эти вот... Ну я вот эту теплицу ни разу еще шашкой не прокуривала. Эти шашки все-таки лучше применять там, где у вас какие-то еще инвентарь, какие-то сооружения, стеллажи в теплице, которые невозможно ни помыть фитоспорином, ни опрыскать. Вот эта шашка, она очень хорошо поможет. Я ей буду окуривать ту теплицу, где у меня стоит рассада и где у меня нет грунта. Там у нас полки, стеллажи, все эти деревянные, железные конструкции, которые невозможно ни помыть тряпочкой, ни пробрызгать. Вот там, Саша, это фас, шашка незаменима, потому что этот ее дым, он проникает в любые щели, в любые уголки, куда я, конечно, не смогу никак... Ну как-то деревянные стеллажи, никак ты их не вымоешь, не промоешь, а там обязательно есть грибковые заболевания. Вот все три варианта, или мягкий грунт фитоспорином, или грунт медным купоросом, или вообще вот эту шашку зажечь. Они, может быть, вы их будете применять все три, но в разных случаях, как я. Я вот сейчас в этой теплице в перечной, достаточно мне фитоспорина. В томатной я все-таки буду поливать медным купоросом. Менным купоросом тоже нужно за неделю, за 10 дней до высадки в грунт. Сразу лучше не высаживать. А вот фас, обработка, я тоже буду обрабатывать третью теплицу, где стеллажи. Но там, если вы обрабатываете теплицу с грунтом, то лучше вообще за две недели. Конечно, по эффективности это послабее, мягкий вариант. Это среднее, нормальное. Но вот это 100% убьет все. Как я вам говорила, что уже убьет она и вредных, и полезных. Но все, и каждый теперь может выбрать любой вариант. Кто-то, может быть, остановится на том, что просто горячей водой прольет грунт. Вот прольет прям кипятком. Пролить кипятком, закрыть пленочкой. На следующий день можно сразу сеять. Это когда вы не успели обработать, например, достаточно этого будет. Если у вас есть неделя до посева, пожалуйста, фитоспорин. Если полмесяца у вас есть, пожалуйста, можете шашкой вот этой фас. Потом после этого внесете перегной, наложите, накладете новые земли, и все будет в теплице прекрасно. Выбирайте сами, какой вам нужен метод. Были ли у вас в прошлом году болезни в теплице или нет. Если новая теплица, можно обработать просто грунт. Но все, до свидания. Когда я буду сейчас обрабатывать, я вот первый метод вам покажу, самый легкий, щадящий. На следующий, в следующий раз, когда пойду в следующие теплицы, я вам покажу все методы, которыми я пользуюсь. Может быть, есть, конечно, еще какие-то методы протравления вот этих теплиц. У каждого они разные, но я вот пользуюсь этими тремя. Что я использую, то я вам и покажу. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. И эта обработка теплиц рассказала, насколько они разнообразны, насколько они разные по силе воздействия, по эффективности. И выбирать вам придется самим. Желаю удачи. Желаю удачи.